Сегодня у Беларуси отзначается День Друку. На Гомельщине это профессийное свято журналистов 24-ух, друкованных сродков массовой информации. На передней шерох выдания отримал дипломы переможцев и лауреатов республиканского конкурса СМИ. Наш корреспонденты наведали редакцию Речицкой газеты «Дняпровец». На рабочем столе главного редактора районной газеты «Дняпровец» некальки узнагород. Статуэтка лауреата премии Министерства внутренних справ России «Шит» и «Пяро». У Рэшицы я ее отримали першими в Беларуси. Побач – две золотые литеры, переможцы у республиканского конкурсу, сярод друкованных СМИ. Першая отримана у 2014-м годе, а другая – на гэтым тыдні. А прачатаго у активе редакции еще 8 дипломов лауреата у конкурсу. Слоган выдания «Любимая газета рыжишан» саправды отповедая реальности. «Газета всегда писала о речице и рыщичанах, об их проблемах, заботах, надеждах на лучшее. Именно поэтому все эти годы нас читают, выписывают. Сейчас вот читают еще и в сети интернет. Поэтому свои местные новости, касающиеся родного региона, людей, которых мы знаем, ценим, любим, уважаем о наших проблемах, которые, конечно же, у нас имеются, о наших достижениях, которые тоже у нас имеются. Наверное, где-нибудь в Минске, в Витебске, в Гомеле наши эти местные новости, они не очень интересны. Но мы ими живем». Почас планерки уголовного редактора идти обмеркование артыкулу опошнега номера газеты. У День Друку он отрымался саправды святочным. А прача поведомление об отрымании золотой литры артыкул под назвой «Рэшиский район знов на дождь цю гонору». У што гадовым спаборністю по социально-экономичному развитию рыжичане стали переможцами сярод району с колькастю насельництва больше, як 80 тысяч человек. У гэтым же выпуску вынеки проведения республиканской акции «Тыдзень лесу». Артыкул об молодых мясовых талентах на ученцах Рэшиской детячей школы мастерству. И материал об новых подыходах у работе гандлёвых предприемств. Журналисты Дняпроца кажут, что цікавые для шиташа темы можно знайсти заусёды. Зараз районная Рэшиская газета выходит три разы на тыдень тиражом больше, як 7 тысяч экземпляров. Причым на протягу опошних 15-ти году яна з'является самоокупной. Существует обратная связь с нашими читателями, существуют звонки, письма. В пору соцсетей и развитие интернета ещё больше вся эта связь намного ближе. Во-вторых, наши предприятия всегда на плаву со временем. То есть они всегда новшества какие-то, инновации. То есть всегда есть новость, которую можно подать. А вопрос уже, насколько она будет интересна, это уже вопрос, мне кажется, журналиста. То есть в каком плане её подать, в каком жанре её подать, то ли интервью, то ли новости, то ли заметки, то ли репортажи. Это уже вопрос исключительно к профессионализму нашему. И такий факт. Другую золотую літеру Рэшиский Дняпровис отримал по выниках работы за минулий год. Минавито у 2017-м у редакции означали 100-годовый юбилей видання. Чим, я ещё раз подтвердили, цікавым и запотребованным можно заставаться у любом узросте. Олешин Цюров, Ольга Коновалова, Йогін Макинка. Телерадио компания «Гумель» из Речицы.